Их политика заключается в нанесении, как они сформулировали, стратегического поражения России. Зеленский кушать хочет. Они удавятся за зеленую бумажку и расшибутся, чтобы получить еще. При Балтике, Западная Украина сопоставимы по жестокости были с японскими милитаристами. Это звериная жестокость. На экономику Германии больше плевать, в том числе из-за исторических проблем. Как сказал Тулск, заткнитесь, все, у кого вопросы есть. За мир надо бороться. Судить надо по делам, а не по словам. Когда они говорят о том, что ну вроде как да, но вроде как и нет. Они вроде как поддерживают Украину вообще в принципе во всем. Но вроде как прямого разрешения не давали. Не должно вводить нас в заблуждение. Они объявили о том, что их политика заключается в нанесении, как они сформулировали, стратегического поражения России. Вот этим они и занимаются. Что для этого им пригодится, то они и будут делать. Никакое вторжение в Курск, никаких терактов в отношении российской гражданской инфраструктуры, никаких обстрелов в той же самой Запорожской атомной электростанции, никакого убийства мирных граждан Донбасса, никаких попыток уничтожить Крымский мост. То есть не было бы, если бы не было самого главного для киевского режима денег, оружия и политического индульгирования, индульгенции тотальной на все. Вы же знаете, кто такой Зеленский. Вы же знаете, из кого состоит эта банда. Эти люди без копейки вам здрасте не скажут. Они даже не пошлют никого без денег, понимаете? Они удавятся за зеленую бумажку и расшибутся, чтобы получить еще. Это только про деньги, это только про, так сказать, огромные колоссальные суммы. Поэтому все, что им нужно, это только еще больше денег. А что для этого нужно делать? Они будут делать все. А когда они поймут, что эти деньги почему-то вовремя на базу не поступили, они будут совершать такие поступки, которые будут идти против шерсти Запада. Не против Запада, но, так сказать, напоминать, что, так сказать, Зеленский кушать хочет. Что у мальчика с них закончился. Мы поддерживаем любую риторику любого человека, который, так сказать, говорит о мире как доминанте. Потому что это, на мой взгляд, признак здорового человека, ментально здорового человека. Любой человек говорит о том, что хорошо, когда мир. Неплохо было бы, так сказать, чтобы мир воцарился. Любой человек, который это скажет, он, безусловно, рассматривает, я думаю, как человек адекватно мыслящий. Мало того, условно сейчас, понаблюдав, или, условно говоря, после того, как мы все видели, к чему приводят эти чудовищные западные авантюры, тем более люди прочувствовали, что это не просто слова о мире, они оторваны от реальности, а это, знаете, конкретика. И многие вспоминают, что за мир надо бороться, о чем говорил, кстати говоря, Советский Союз, что не просто мир у мира, а борьба за мир должна быть. Поэтому эти фразы, эти слова, эти идеологемы, эти документы, эти декларации, которые наполнены этими смыслами, конечно, поддерживаются вне зависимости от того, кто их произносит, если это произнесено от души по-настоящему. Другое дело, что мы прекрасно также понимаем, что речь идет о предвыборной риторике в Соединенных Штатах Америки, и судить надо по делам, а не по словам. И это мы тоже проходили, потому что много каких было кандидатов во многих странах, и много что из них кто говорил, а приходили и делали совершенно другие вещи. Ориентироваться надо будет на дела. На экономику Германии больше плевать, в том числе из-за исторических проблем, которые есть. То есть это мы ж простили, вы понимаете? Это мы нашли в себе силы простить и начать выстраивать отношения, снабжая немцев своими ресурсами. Теми ресурсами, за которыми их деды к нам пришли с танками, пулеметовыми и, так сказать, газовыми камерами. Мы эти же ресурсы тогда им не отдали, но сказали, что готовы по взаимовыгодной цене на устраивающих все стороны условий к вам просто продавать. Мы же это сделали, мы простили, мы начали все, культура, гуманитарка, изучение языков, открытие институтов Гёте в России, немецкие журналисты, которые просто чувствовали себя не как дома, дома так себя не ведут. Они просто чувствовали себя как, знаете, на какой-то нескончаемой вечеринке, понимаете? Издавали здесь журналы антироссийского содержания, крутили тут с, так сказать, так называемой либеральной общественностью, раздавали там деньги направо и налево, внобили восточных немцев, которые пытались как-то выжить в этом аду поглощения западной Германии, и постепенно она-то точили вот этот самый, как всегда, припасенный где-то там ножичек. А Польша такого, так сказать, с собой не сделала. Польша никогда ничего никому не прощала. Польша всегда говорила, несмотря на то, что окормляется из их же западной кормушки, всегда говорила, что он рассчитывает на еще большие выплаты, на еще большие компенсации, на еще большие репарации, нежели те, которые она получила, будучи восстановленной Советским Союзом. Вы нормально? Ну, такая идеология. Поэтому они не то, что этого не стесняются, они провозглашают это в качестве своей национальной политики. Но самое страшное другое, что они не стесняются оправдания террористического акта. Вот это вот чистоплюйство, значит, вы там не так страничку газеты перевернули, или не так фильм продемонстрировали, или не так к правам человека относитесь, оно перечеркивается оправданием, тотальным оправданием террористического акта. Подрыв намеренной мирной гражданской инфраструктуры в виде газопровода, это есть акт терроризма. Он так прописан в ОБСЕ, кстати говоря, под которым, так сказать, Польша поставила свою подпись, согласие. Они это оправдывают. И они, мало того, они еще нажимают, они давят, они влияют на всех, чтобы никто не смел задавать вопросы, что там с газопроводом. Как сказал Тулск, заткнитесь, все, у кого вопросы есть, потому что они понимают, кто это сделал. А сделали это американцы. Я имею в виду, политический заказ шел оттуда, о чем Байден и Нуланд прямо сказали за полгода до диверсии. Здесь и абсолютное, так сказать, извращение демократических процедур, и абсолютная дестандартизация этой темы, попрание всех тех постулатов, о которых Запад говорил, и, прежде всего, Франция. Это и, конечно, желание решить вопросы технологические, информационные, связанные с чувствительной информацией, решить так, как они посчитали это сделать целесообразным. Опять же, вопреки всем своим якобы ценностным установкам. Я думаю, что здесь все вместе. Я думаю, что там очень сложный был клубок, состоящий из, опять же, такого, в общем-то, интернационала. Я не хочу говорить, какие силы из каких регионов мира в этом во всем участвовали, но я думаю, что там был, так сказать, интернационал, принимающий подобные решения. Классическая спецоперация, да, наверное, как это? Так можно назвать? Я, честно говоря, не думаю, что она пошла по плану, потому что я думаю, что она вызвала, так сказать, ну, то, что она вызвала у Елисейского дворца, ее результат вызвал отр, это было очевидно, потому что они же привыкли других осуждать, и они абсолютно никогда в жизни не имели опыта оправдываться. А тут, да, и самое главное, этим же путем они начали бодро идти, так сказать, раскидывая всех, кто задавал вопросы, затыкая им рты, чего стоит одна фраза «Мид» Франции о том, что они не собираются комментировать ситуацию вокруг Дурова, потому что они уважают судебную власть Франции. Ну, это же фантастика, но они это сказали. И буквально через час начинаются заявления Макрона в социальных сетях, потому что ситуация вышла из-под контроля тотально. Им было уже, в принципе, не до балансировки, не до калибровки этих ответов, не до даже противоречий, в которые они зашли. Им нужно было просто начать гасить волну. И потом его попытки оправдаться в ходе пресс-конференции, эти завалы вопросов всех уровней, они 100% не ожидали такой реакции. И второй момент, они не умеют разговаривать с людьми напрямую. У них нету такого навыка. Это же мы в прямом эфире отвечаем на все вопросы. Это у нас проходят брифинги, на которые мы подключаем журналистов всех стран. Лишь бы только была карточка, так сказать... Аккредитация при МИДе, да? Зачем же мы без аккредитации МИД подключаем? У нас корреспонденты просто онлайн подключаются из разных стран. Главное, чтобы они представляли средства массовой информации. Это же мы отвечаем, знаете, как в фастфуде свободная касса. И ты принимаешь любой вопрос. И опять же, как говорится, в сфере обслуживания до последнего клиента. Это у нас навык выработался. А у них он, так сказать, просто изжил сам себя этот навык. У них нет этого навыка. Как говорит сейчас Байден и та же самая Харрис, Амила Харрис, они просто либо не видят журналистов, делают вид, что не видят. Она вот сейчас потрясающе видела. Она сделала вид, что она разговаривает по телефону, лишь бы не отвечать на вопросы журналистов. Причем у нее были и наушники в ушах. И при этом она еще и трубку приложила, ну, для, так сказать, усиления эффекта. Или просто. Причем это же характерно для всех партий, не только для демократов. Я помню, как пресс-секретарю Трампа кричали, когда он был президентом. Do your job, Сара. Журналисты, когда Сара приходила, открывала какую-то там папку, да, зачитывала, и потом с ней уходила. Сидели десятки людей, которые говорили, на вопрос-то ответь, а она просто закрывала дверь и уходила. У них утрачен наук. Они умеют перформансы проводить. Вставать на колени за чем-то там, перед кем-то. Не знаю, там, лить какие-то крокодиловые слезы, фотографии какие-то там на стену вешать, потом их убирать, хэштегами все заваливать. Вот это они умеют. А отвечать прямо на вопросы нет. Вот они это и демонстрируют. Он же уже, так сказать, отмечен в нашем историческом календаре именно так. Это день окончания Второй мировой войны и победы над милитаристой иконой. Ну, как выходной день. А, как выходной. Как 9 мая, вот такого плана, чтобы такого уровня, да. Ну, не знаю. Наверное, можно подумать. Я думаю, что здесь вопрос не столько к МИДу, сколько к нашим общественным организациям, которые занимаются исторической проблематикой, социологией. Я думаю, что туда. Но главное, что вернулось, так сказать, то название, которое не в угоду конъюнктуре, мне так кажется, что здесь очень важно отметить, а в интересах будущего решили, ну, в общем, как-то видоизменить на определенном этапе, но, увидев опять, так сказать, козью рожу этого японского милитаризма, вернули все вспять. И правильно сделали. Потому что хорошее надо ценить. И когда народ, настрадавшийся, понимаете, захлебнувшийся в крови, собственно, из-за того, что сжигали, убивали, резали, простил и протянул руку дружбы, взаимопомощи, кстати говоря, уважения, и другой рукой готов был перевернуть эту страницу, а в эту руку протянутую плюнули, если не сказать, что похуже сделали, ну, я думаю, что надо все возвращать на, так сказать, не круги свои, а вот на свои места. И это было сделано. И этот день, он теперь нами постоянно, я употребляю слово, отмечается, все-таки использую это слово в контексте, выделяется среди других дней, особо. Мы накануне делаем целые специальные информационные обзоры, напоминаем, публикуем информацию на различных языках, непосредственно в этот день публикуем материалы, регулярно проводим конференции на этот счет, с нашими партнерами обсуждаем, какие проводить также мероприятия. И еще есть очень важный момент, почему сегодня президент Российской Федерации сказал, что эти военные операции, эти подвиги, эти герои должны быть увековечены и делать это необходимо именно вот на таком уровне, такого масштаба. Потому что, если бы в нашей стране в учебниках, как в средней школе, так и высших учебных заведений, не были написаны строки о том, что на Хиросиму и на Гасаки именно американцы сбросили атомную бомбу, я вас уверяю, об этом бы в мире никто теперь бы не то, что не помнил, а не знал. И те, кто пытались бы сказать о реальных фактах, их бы называли как пропагандистами фейк-фуз, как они это любят делать. Но только потому, что в нашей стране и абсолютно здесь были идеологи правы, с детства ребятам рассказывали в школе о том, что такое атомное оружие, ядерное оружие, что такое атомный взрыв, что такое сброшенные на эти города бомбы и кто это сделал и почему, только поэтому мы сейчас имеем возможность отстаивать историческую правду, потому что мы живем этим, это в нас как дважды два, как, я не знаю, первая строчка Евгения Онегина, мой дядя для самых честных правил. Вот то же самое спроси у нас Хиросима Нагасаки, мы скажем японские города, на которые американцы сбросили атомную бомбу, а в Японии так уже не ответят. В Японии будут рассказывать, там два варианта, первый вариант, что на Японию бомбы сбросили союзники, вот так вот, причем какие союзники, кого, это союзники Японии или чьи-то другие союзники, хотя это союзники вообще-то были против Японии, а второй вариант еще круче, что бомбы падали с неба сами, ну просто с неба упали бомбы, поэтому нужно обязательно фиксировать, и я не люблю слово масштабировать, правда не люблю, но так сказать, масштабно к этому относиться, понимая, что мы работаем на будущее, и если бы не усилия последних 20 лет, и мне кажется, те усилия, которые лично, лично активизировал и этому посвятил столько времени Путин, то я думаю, что мы бы потеряли поколение, пару поколений бы точно с непониманием, я имею в виду, потеряли бы их, мы бы получили просто таких не зная собственной истории, и ключевого события в истории 20 века, в истории Великой Отечественной войны, Второй мировой, поэтому это надо делать, это надо делать и в отношении других сражений, вот посмотрите, это же все тоже было инициировано людьми, знающими историю и неравнодушными, рже, ведь до этого тоже, ну кто-то слышал, конечно, местные жители знали, где такая, безусловно, в сборниках, в исторических, так сказать, скрижалях, везде это было и документировано, были и фильмы, но это не было на вот таком вообще народном уровне визуального, символического восприятия, и тут раз, вопреки всему, сделали, но ведь как, тоже делали, и очень хочется, чтобы с тем, о чем сейчас говорил президент России, этого не произошло, делали это тяжело, вот я была в Оржеве, я была в музее, и помните, это стало же тоже объектом критики так называемых либеральных, а на самом деле не либеральных, а иноагентов, что некрасивый якобы памятник, что там не те ноги, не те, так сказать, эти опоры, а почему, потому что деньги собирали всем миром, всем народом, и, кстати говоря, вот эти самые критиканы не дали ни копейки на этот памятник, дали бы, может быть, действительно смогли бы сделать как-то несколько иначе, чтобы эти опоры не были видны и так далее, но сделали, увековечили памятник, если задумку брать, да, и вот этот весь сам образ сильнейший, и теперь люди знают о том, что там произошло, я ведь езжу по разным странам, в том числе и по странам, по советскому пространству, и я вижу тоже наследие 80-х, 90-х, когда тут, то там рассказывается иная история, минимизируется вклад нашей страны, говорится, в принципе, как-то, знаете, так завуалированно, поэтому, если мы сами не будем устанавливать памятники, восстанавливать память, если мы не будем увековечивать память за счет памятных дат, за счет символов, за счет разработки специальной символики, мы потом не просто потеряем поколение, мы сами себя потеряем, просто придут нас, сотрут ластиком, скажут, что было все по-другому и нарисуют заново. Нету этого рельефного восприятия, как, например, битва под Сталинградом, Курская битва, или Брестская крепость, кстати говоря, Брестская крепость, ведь ее же тоже в таком в общенародном сознании не было до определенного момента, это личный вклад Машерова, который тогда был руководителем Белорусской ССР, который, зная историю этих мест и понимая, что, в принципе, таких историй, как, например, та же самая Хатынь, там огромное количество, и приезжали иностранные делегации, и, помимо всего прочего, люди оплакивали своих близких, что нужен мемориал, пусть это будет не в каждой деревне, не на каждом шагу, потому что у нас такая история, что у нас буквально на каждый метр можно поставить по памятнику, и мы будем правы, потому что такие бои шли, под Москвой сколько погибло, и сколько памятников стоят, это можно еще в десятки раз больше поставить, и когда он принял решение взять как символ историю деревни Хатынь, и сделать и там мемориал Хатыни, и там же потом появилось так называемое кладбище-деревень, когда 170 с лишним деревень, отмеченные табличками, а сейчас будет добавлено еще порядка 40-50 названий деревень, кладбище-деревень, никогда такого я не видела, но это было там сделано, история Брестской крепости появилась не сразу, покрупиться, покрупиться, благодаря, кстати говоря, журналистской работе, вот та самая расследовательская, журналистика, журналистика расследования, которая имеет благородные цели, и которой неведомы преграды, когда журналист Смирнов выпустил книгу, он собирал уже долгие годы, он собирал долгие годы, и мало того, в общем, давалось ему это с трудом, потому что раз это не было признано сразу, значит, как бы вроде... Как будто бы непобедная была... Да, да, и собрав по крупицам историю, он просто вписал свою страницу, посвященную подвигу Брестской крепости в историю Великой Отечественной войны, только истинную страницу, он просто ее нашел и вставил в положенное место, и так надо поступать, я считаю, и дальше, и масштабнее, и Холкингол должен становиться особенно, в том числе, с учетом отношений с Монголией, в том числе, с учетом геополитических, так сказать, воззрений Запада на Монголию, нам нужно делать все, чтобы история Холкингола, битва на реке Холкингол, она не ушла в песок, как говоря, вот мой дед, он тоже принимал участие в этой битве, потом прошел всю войну, понимаете, то есть, там же гений Жукова впервые проявился, естественно, а кто об этом знает, это вот мы сейчас на брифингах рассказываем, переводим эти материалы на иностранные языки, но это должно быть массово, нужны фильмы, нужны совместные фильмы, понимаете, чтобы потом нам не рассказали, что какую-нибудь небылицу о том, что на реке Холкингол якобы там совершенно другие люди другими вещами занимались, поэтому это все надо делать, слава богу, и этого не бывает много, это может быть только недостаточно, потому что, как сказал рождественские, это надо живым. Вот этот реваншизм, он и получив некую индульгенцию, получив карт-бланш, нас и ненавидят, и в Японии, и против нас активно действуют, только поэтому, потому что они понимают, что если бы не Россия, и тогда Советский Союз, ну они же нас все равно так и называли, Россия, все русские, поэтому они мстят за те времена, а сознание на то, что великое совершение, великое чудо, которое с ними произошло, что их простили, до них не доходит. Вы даже не представляете, что представители милитаристской Японии делали с китайцами, это, вы знаете, это стоит вообще особняком, это какая-то нечеловеческая жестокость, потому что я даже не... Это звериная жестокость, вы знаете, причем она еще вся была прошита какими-то технологическими мучениями, мучительствами, с какими-то использованиями спецсредств, препаратов, химикатов и так далее, вы знаете, это что-то вообще... Я даже не могу об этом спокойно говорить, и когда я ходила, ну, я маленькая была, школьницей по китайским музеям и видела эти фотографии документальные, и причем это тогда была не какая-то 3D-картинка, которая за счет спецэффектов завораживала. Это реальные снимки. Это просто реальные снимки, ну, это было там 90-е годы, да, абсолютно обычные снимки с подписями, но мне приходилось буквально отворачиваться, потому что вынести это было крайне несложно. И точно так же моя мама ходила и она говорила, ты знаешь, нет, давай дальше не будем смотреть, потому что это невозможно было просто пережить, даже глядя на эти фотографии. Потом я видела многие фильмы, японские, там, другое, у других стран, с какой-то даже чуть ли не романтизацией того, что происходило. Я даже не буду пересказывать ту чушь, которую я смотрела. Там было звериное, там, понимаете, там родился зверь в человеке, тот самый, которого надо как раз изгонять, а вот тогда он взял вверх. И это сопоставимо, кстати говоря, по степени жестокости как раз с западноукраинским коллаборационизмом. Вот полицаи так себя вели. Прибалтика, Западная Украина сопоставимо по жестокости были с японскими милитаристами. Особенно вот это схоже, как они с беременными расправлялись с детьми. Ну, я не могу это. Я не могу. Я же говорю, когда я говорю про медицинские компоненты, это же буквально чуть ли на уровне экспериментов все не было. Как себя поведет организм, женщина, не с точки зрения даже каких-то там научных изысканий, что само по себе чудовищно, чудовищно, но в Германии этим же они занимались. Концлагеря всегда были местом проведения экспериментов с точки зрения как бы научного изучения. А в Японии или японцы совершали это просто, так сказать, понаблюдать, посмотреть, получить удовольствие от страданий другого человека. не свести счеты, не наказать даже, а получить кайф, кайфануть от того, как, не знаю, сдирают кожу или... Замораживали живых, там, это там, кашлаки. Или вводили препараты, из-за которых человек буквально там разрывало, раздирало изнутри. Но это, еще раз говорю, это очень сложная тема. Но не рассказывать об этом нельзя. Вы понимаете, когда снимают там фильмы про, не знаю, про индейцев, про их жестокость, ну, мы помним, Мэлла Гибсона и так далее. Это другой уровень жестокости. Не потому, что они делали менее страшные вещи. Они скальпы снимали, там, жертвы приносили, там, органы вырывали. А потому, что они не знали, что это делать нельзя. Потому, что это была для них норма. Потому, что еще не было тех самых мировых религий, которые дали человечеству путь к самосовершенствованию, к истинному прогрессу, к перебарыванию своих инстинктов. Не было еще гуманизма, не было еще прав человека, деклараций прав человека. А в 20 веке все это уже было. И несмотря на это, вопреки этому, поправ это, опять вышел зверь из человека. Или наоборот, он даже не вышел, а он, так сказать, подмял человеческую сущность и начал действовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok